итак дорогие друзья здравствуйте с вами валерий бустановский ребят сегодня мы с вами установим не увим я просто постараюсь чтоб вы в него влюбились и установим мы версию лези не увим то есть ленивый в чем его преимущество я специально отогнал систему чтобы все проделать с вами итак в чем же мой интерес сейчас объясню итак смотрите вот есть школа дадья пайтон жанга потихонечку работаем си плюс плюс и я бы хотел чтобы ребята школы начали интересоваться языком программирования лула напрасно эти кто-то где-то слышал но во первых для тех людей которые вообще хотят разобраться с такой вещью как сейчас я продолжу по вне увим так что я хотел вот онлайн для тех людей кто хочет разобраться с такими вещами как значит объекты первого класса то как раз то что надо было еще один момент я записывал видео я его сейчас тоже добавлю все другие ссылки для катя которая на данный момент работает с колбеками да и немножко запуталась между такими понятиями как добавлю вам сразу как функции как объекты первого класса и функции высшего порядка смотрите ведь все очень просто вы можете писать абсолютно любых языках но если вы не разберетесь с этими базовыми вещами функции высшего порядка объекта первого класса вот посмотрите да сколько на самом деле не доработать то что получается получается вы на каком языке не будет писать если разберетесь то в принципе язык не имеет уже значение потому что в каждом языке современного это реализовано но лоа не об этом лоа язык встраиваемый и вы знаете он очень крут вот в плане того что сразу слышу вопрос да почему вот у нас же школа python а а вот смотрите ребят ну хорошо у нас есть искусственный интеллект ну например да смотрите просто я покажу некоторые вещи или у вас что-то будет вот у нас есть на пайта на искусственный интеллект есть какие-то вещи на си плюс плюс да где нам на что-то ускорить и вот здесь прекрасно вписывается лоа лоа это получается вообще бесшовная интеграция между языками без всяких а пи иными словами иными словами сейчас правил ну например вот чтоб вы поняли да я взял любое так вот здесь код написанный на си плюс плюс на си плюс плюс все к сожалению не напишет но можно сделать чтобы это работало быстро соединить да а а потом мы смотрим что модули аж написаны на лоа иными словами что получается получается очень интересная картина получается то что сам по себе объект да не объект а продукт написано на си плюс плюс но есть то что в нем какие-то производные операции и вот здесь здесь лоа так как это неправильно сказал так у него все объекты объекты класса мы просто создаем массив и храним все что угодно работает очень быстро это получается что мы пишем на си плюс плюс основное но все мелочи например дом написали устройство дома на си плюс плюс а вот это когда мы варим суп да берем вилку ложку тарелку это все можно прописать на лоа для этого этот язык вообще для си был и разработан так как встроенная библиотека но работает он со всеми языками и спокойно можно соединить и спайтом да получается вообще очень классная вещь я пока на этом ограничусь но вот для меня вопрос чтоб ребята начали смотреть сторону лова он просто понадобится так как я вот придумал такой способ через него визит а сейчас мы с вами установим поехали и так первым делом мы будем устанавливать не простой не увидим а вим латсу вим вы почитайте но я кора коротко расскажу я рассказывал в школе про спейс макс вы потом увидите иными словами я сейчас открою спейс максе и покажу вам принцип вот этот пакет сделали ребята по этому принципу сейчас пока это спейс макс если я нажимаю пробил то открывается меню которое со временем очень хорошо ложится на глаз и нам уже не надо ни справка ничего мы видим что дело вот по этому принципу ребята тоже выстроили вим я безумно уважаю вот ребят которые допустим сами там не увидела вот сетям много очень руковод да но ребят но где взять время у меня его вообще графически нет и думаю что у многих ребят школ нет но с другой стороны вот здесь мы вы можете ребятам школы я говорю решить две задачи задача номер один сам по себе спейс макс крутая вещь но допустим если спейс макс вам придется поставить на мобильное устройство то там он будет принципе не так быстро работа а вот не увим будет очень шустренько бегать при этом и вот это сам по себе продукт чем хорош это стартовый пакет по сути дела здесь есть еще необходимое для языкового программирования лсп то есть автозавершения кода иными словами и много основных таких пакетов и очень качественно описан иными стартовая вещь а дальше есть хорошая документация можно расширять под себя но по крайней мере с другой стороны я совершенно буду рад если вы допустим не будете пользоваться и не умеем и спейс макс да но этот продукт вы полюбите все теперь погнали и так первым делом ребят смотрите если вы устанавливали не умеем то его надо удалить потому что там последняя версия а если у вас допустим нам дебиан или у пункту то надо посмотреть да допустим в дебиан на данный момент 07 то есть 07 а нам надо 0 9 поэтому я посмотрю я отгонял систему специально проверить на действительно у меня установлен я его гуляю второе что мне надо проверить это там где сохраняется файл не не увидим если вдруг вы что-то позабыли переходим в каталог сиди посмотрите что там конфиг дальше если есть у вас каталог вот видите у меня есть не увидим перейдите и посмотрите вот у меня есть там и нет вим я перехожу назад надо клавиатуру включить бы а потом новичкам расскажу пару слов про вим я небольшой специалист по виме но я его макс и вим раньше пользовался сейчас сейчас не овим просто пользую но я с этими средствами работаю постоянно и я думаю вам понравится то есть перехожу на каталог ниже это уже и удалю все теперь у меня ничего нету все будет в описании значится я открою не увим и стал и меня интересует сейчас вот этот вот вариант от имидж на тухом и немножко все по-другому сделал значится первым делом что я делаю я уже подготовил поэтому я говорю все увидел будет сначала я копирую то есть его скопировал да не как ни кай загружаю при помощи карл есть не установлен карл то надо его установить было перед этим поэтому число вводить сначала если у меня он есть просто отец на два карта как а как а как получилось так что он загрузил ведь точно загрузил она да не нет есть вот следующим шагом нам надо все как в документации правах поэтому поэтому мы вводим права просто как там копируем а третья мы расположим 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 сейчас посмотрим мы расположим в папку секундочку вот у нас есть папка здесь local да скрытие вот мы сюда и расположены почему мы третье действие делаем следующее у меня может быть создано то есть создаем папку локал я есть бин есть или нету мы не знаем вот он у меня существует и следующее я перемещаю мв не увим только который мы скачали в папку local бин и переименовываю с в не увим и нажимаю enter по сути дела можно еще знаете что сделать можно еще вот что сделать прописать в путях я уже сам открою не увим хотя он откроет скорее всего да но мы можем все равно постраховаться ввожу не увим у меня открылся вот последняя стабильная версия у вас может отличаться 0 9 4 в любом случае на официальном сайте надо посмотреть с какой в какой версии да вот если мы ставим должно быть инсталл да и посмотреть с какой версии сейчас я не знаю знаете но где-то сейчас видел что если почитать да то там было написано последняя версия там 9 больше 9 1 по моему данный момент у вас может отвечать иными словами я уже беру не увим сейчас я его закрою для того чтобы закрыть нажимаю shift и двоеточие и нажимаю все теперь мне надо открыть файл bash 1 и ввожу и открываю нажимаю enter далее что мне надо сделать я нажимаю shift и большую g чтобы перейти на низ и просто копирую это тоже будет под видео патч да что есть такой путь local bin чтобы бач rc знал после нажимаю escape дальше shift enter двоеточие внизу появляется нажимаю букачку в сохранить и выйти нажимаю enter все вышел дальше мне надо перезагрузить я создал себе алиас но вам покажу у меня алиас арум то есть и у а вы вводите если нет сушь и название файла то же самое все вот теперь у нас должно все работать прекрасно вообще прекрасно то есть этот путь тоже известен системе теперь мы можем установить сам этот пакет я говорю с этого момента можно начать собирать там переписывать либо ставить втором варианте как и не да как ну кто не знает допустим ну ладно и не надо знать давайте мы с луо уже он описывается луо можно набрать сеттинг луо не увим и посмотреть но я вам просто хочу вот это дать попробовать чтоб вы подняли круто на это всего вот здесь есть строка обратите внимание что как раз вот конфиг не увидим это там где мы удаляли с вами файлы поэтому должен быть установлен гид само собой сюда если не установлен установить далее мы просто вводим не то скопировал наверно да скопировать вставили в строку в терминале работают команды вставки shift control insert нажали enter все пошло клонировано в принципе вот и вся хитрость теперь у нас новый готовый продукт сейчас поговорим о нем итак запускаем не увим вижу пока завершения нет надо будет что то поработать и нажимаю enter открывается продукт и он начнет сейчас сам установку мы видим меню пошла установка то есть это полностью готовый продукт нажимаем enter все а вот у нас месседж сообщения все что ставится в общем то мы ждем вот тут может обычно появляется когда вот допустим на мобили ставишь полоса которая загрузки вот ее нету здесь загрузки полосы она пропадает на счет мы можем сейчас проверить чек то есть вот си большая нажимаем си большую ага нам пока пишет не надо невозможно ну хорошо так так нажимаем сначала и попробуем все он установила не шеф и ахах сейчас посмотрим теперь то что он установлен давайте пока выйдем здесь уже нажимаем shift enter здесь появляется смотрите вверху чего делаем и нажмем q и выйдем а это файлы еще q то это так получилось так не должно быть так стоп 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 у меня большая буква просто q маленькая выше вот это нам не надо это просто случайно q выше теперь опять мы загрузим вот тут я вижу меню но давайте еще раз зайдем убедимся ну во первых покажу то что и было space max главное клавиша здесь пробел когда мы нажимаем пробел открывается меню escape закрывает пока опять перейдем здесь получается поиск файлов нее файл которые открыты раньше конфигурация но она особо сейчас не нужна мы потом посмотрим смысл и вот лэйзи да то есть реки высадим и маленькая и давайте сейчас попробуем сделать install вот мы перезагрузили ну по сути дела он показывает что сколько у нас загружено он винил он загружает только тем чем мы пользуемся да можно теперь давайте мы нажмем чек после перезагрузки да теперь мы попробуем тоже пошла чек то есть то что что сейчас представляет наш продукт то есть вот загружено какие плагины походу разберете что не загружено но есть и так далее пока мы другое нам не нужно да да давайте кстати help нажмем это вопросительный знак и пожалуйста у нас получается help и дальше мы давайте нажмем я как-то не нажимал ага аж большая вот буквочка стоит в общем то посмотрите и так вот здесь все уже понятно теперь давайте-ка откроем файл python и файл ло ну ло у меня нету сейчас но я его сделаю а ребят вот здесь у вас может быть такое что и сейчас я специально это не делал видите значков нету е а д 3 иными словами не значков как это победить то есть здесь надо специальный шрифт и что нам надо сделать нам надо пойти nerd font nerd font вот такая вот вещь вот он nerd font это шрифты для программирования и а здесь надо довланс и вот здесь открывается шрифтов много выбирайте абсолютно любой который вам понравится иными словами просто нажимаете превью и смотрите нравится не нравится я установил там аджат брайнс ну пока я вот возьму вот этот первый попавшийся что у нас за шрифт здесь каскаде я забыл куда я нажимал хакинг вот сейчас запомним хакинг ну нормально и мы вот взяли вот этот шрифт можете несколько и берем его закачиваем я сейчас не буду уже с терминалом возиться потому что вам легче будет кто не привык следующим шагом что вы делаете а ну тут нам надо терминал открываем терминал мы должны быть в домашней директории и ребят создайте папку mkdir fonts с точкой впереди у меня она есть я не буду создавать fonts туда вы сложите этот шрифт после этого можно через терминал cp ну я уже так закину пленилки где то я его скачал вот он да открываю папку беру этот шрифт далее иду в домашнюю директорию отображаю скрытые файлы ищу файл который я создал forms и сюда тут у меня для спейс макс и извлекаю все вот он есть это я могу удалить вот теперь теперь давайте попробуем вот что сделать попробуем два варианта сначала я сейчас закрою то есть не увидим просто q и второй раз да q все закрыт теперь я попробую перезагрузить терминал ну хотя не должно ничего произойти но давайте я два варианта чтоб у вас багов не было понимали что делать и опять открою да терминалы наберу не увидим ах начинаем смотреть теперь перейду эль и смотрю вот где был значок тот видите все нормально стало появилось вот видите уже значков таких нет тем не менее что если это не прокатит то ребят вот что делаете тупо да если захотите заходите в свой профиль берете шрифт у нас там какой шрифт хакинг по моему и просто дать что выставляете хакинг nerd phone выбираю и все и вот пожалуйста стал этот хакинг и будет это говорю проверьте да поэтому надо серьезно отнестись к выбору шрифта и так далее теперь поехали дальше все здесь мне уже делать нечего теперь я нажимаю и выхожу теперь поехали немножко играться давайте я перейду в каталог который мне нужен сейчас вот я и прожит так ну тут будет сложновато искать очень много но тем не менее я попробую здесь есть предпросмотр тем не менее работает он довольно быстро и мне надо дальше кода project и я полностью не помню поэтому попробуем ленивый поиск если вот так кода project кода что он нам скажет будет он выискать как space max так 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 кода project я кстати мало пользуюсь того вот теперь я добрался до того чего мне вроде как надо пока я вижу что пока пока немножко не то пока немножко не то ну прилавчиться надо я привык space max так все таки попробуем так нажимаем f убираем ныщ дальше я могу вот так поискать да ну это долго будет надо 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 приловчиться к этому поиску я сейчас сказать говорю не так вот тут уже я нашел то что я хотел так ну теперь мы открываем нажимаем пробел и здесь смотрим уже такую вещь как explorer вот есть есть него три и еще одно то есть одно должно быть нажимаем е маленькая у нас появляется меню конкретно для проекта опять пробел опять я маленько убираем давайте попробуем нажать я большое пробел и я большое это глобальное меню тогда всего тоже неплохо опять пробел я большой убираем мы нажмем пробел я маленькая ось пробел убираем пробел я маленькая и так теперь мы у нас появилась возможность сразу двигаться по файлам проекте это уже круто согласить как бы с окнами видим здесь появились вкладочки да каждая вкладочка открывается можно перемещать понятно что если мы нажмем в то здесь мы вкладочки увидим тапс да и нажимаем тап и вот пожалуйста предыдущая последующая первая давайте я нажму буквочку с и куда я перешел вот в первый перешел потому что ну давайте вот так попробуем потому что я сначала открыл что а нет я ну а control tab f хорошо control тут надо приловчиться так так давайте нажмем ну давайте тогда control так new так new tab это просто так да создалась вот теперь будет точно вот отсюда пойдет и тут точно будет работать сейчас 1 2 3 предыдущие control tab и first переместим так все работает просто немножко разобраться надо да поехали я просто до этого не увидим сам пользовался обычным но сейчас вот искал способ как ребят клоу а это настройки на лукс теперь поехали давайте чтобы у нас начал работать терминал нам надо сейчас файл во первых окном пробел в еще вы мы переходим когда два раза в переходим вот окно все давайте теперь опять нажимаем пробел вв и в другое окно клавиши можно дальше как вы поймете добавить здесь я сказал базовый вариант то есть если вам не понравится что то вы можете все признать но тем не менее набираю пробел вв мне надо перейти аппай открыть его все открылось теперь давайте я вот что сделаю быстро возьму рабочий какой-нибудь код кода python тога python tutorial first up это просто для примера чтоб нам вот запустить он точно работ давайте я удалю удаление вим очень простое здесь вот относительные строки видите где поставил курсок пошло вниз то есть я смотрю 13 строка на 13 закончил 13 нажал 12 но пусть будет так д.д. и удалил но одно я не нажал почему немножко просчитал сюда ночью для того чтобы для там enter так и уберу давайте давайте я попробую сохранить а теперь давайте еще раз я скопирую и буквочку п все код ставился escape нажму escape и ничего страшно можно нажимать сколько хотите когда выходит другой режим в тюни нажимаю мне не надо выходить мы просто надо сохранить теперь давайте посмотрим как здесь открываются окна и нам надо найти сплит вот похоже что сплит windows below это вниз а вот прямом показано рифт справа но вот это нам и надо то есть вот это вот прямую прямой слэш иными словами нажимаю пробел прямой слэш и появляется окно там есть варианты ребят я не хочу сейчас усложнять что можно открыть и определенный код в этом окне на данный момент меня интересует что давайте посмотрим вот это у меня большое расстояние сначала запустим нет сначала отрегулируем расстояние ну давайте посмотрим мы опять нажмем и посмотрим что здесь есть вот там есть у нас буквочка в наши windows но давайте нажмем пробел в и посмотрим а пока я вижу что у нас есть горизонтальная вертикальная дэвид окно д нажать и в от рвиндом это то что мы нажимали чтобы переместиться нажимаем escape убираем опять нажимаем в операции на самом деле вы привыкнете к определенным операциям и будете их потом они очень быстро запоминаются ну бывает такое только только делал попробуем знаете как делать он же уже так стоп я что-то не понажал я нажал поиск файлов на этом не надо пробел в и попробую нажать стоп сейчас стоп сейчас это немножко не то а угадал вот как привык это без этого стоп без в сейчас control значится control и windows вот это нажимаю а чё она то вышла стоп а где мои показывать клавиши все нормально в общем control windows и стрелочка влево вправо ну то есть вот так здесь это все можно перестроить это просто вот я угадал хорошо вот так меня устраивает данный момент control v и опять в control v в что происходит непонятно немножко непривычно консуль в сюда control v сюда а туда не идет поэтому надо разобраться еще но тем не менее если я сюда переставлю и попробую а вот здесь а вот так будет лучше вот теперь можно что-то программируем так нажму стрелочку чтобы понять где по порядку то есть надо еще дописывать некоторые клавиши но тут они и писали да ну я дописываю сразу скажу не буду мне до этого но вы можете дописать и сбросить вариант что потом думать не надо было ладно ребят теперь давайте откроем терминал шифт шифт и и дальше шифт и двоеточие обычно команду вилл можно вим можно терм набрать можно терминал полностью и нажать enter здесь появится терминал терминал в него вим полностью полноценный полностью полноценный как в системе работает он вот так надо нажать буквочку и именно и чтобы начать писать я сейчас буду делать виртуальное окружение но объяснять это не буду в школе мы это делали это вот spb.ru далее подготовка и шесть и там установка настройка виртуального окружения поэтому я просто настрой значит что я делаю я сейчас вот когда кстати из него выходишь он выходит почему потому что в него вим тоже надо перед переспределять клавиши потому что они сделали выход из терминала то есть вот смотрите я нажимаю и и вот появляется терминал на это терминальный режим и здесь он автоматом выходит а в самом него вим такого не происходит чтобы выйти из режима терминала надо нажать control обратный слэш и control n вот поэтому это конечно надо переспределять пальцы сломаешь но здесь они сделали так то есть переключился другой окно то уже и переходит давайте-ка я нажал и это режим редактирования и виду ls мне надо мой посмотреть вот мой проект куда я хочу войти поэтому я сейчас вот здесь сейчас будет писаться пока придется я только знаю чтобы буквы вам не мешали очистить вот так ладно так а стоп опять же вышел что-то я не то сделал ну ладно ладно не будем заморачиваться я пока просто перейду в каталог извиняюсь я тут немножко переделаю сейчас я посмотрю что здесь не так а ну бывает такое вот зашло на меня и все я же неправильно написал клей а я пишу чистый так но теперь не будет мешать я перехожу проект нажимаю тап дальше если я забыл то просто ввожу лс мне надо кода проект кода project и кода вот здесь мне надо далее я беру свое виртуальное окружение нажимаю enter и запускаю вот этот файл а я просто беру нажимаю python m и file up и вот все отлично все запустилось вот работает да ну код любой просто показать что запустила так вот тут становится вопрос а сейчас если я ножу я же сейчас в режиме а уже в нормальном режиме бы я щелкнул так то неинтересно давайте я войду в режим терминала и сейчас посмотрю что будет если я нажму пробел vv не нажимается мне придется выходить чтобы не трогать клавиатуру надо либо перераспределять либо я нажимаю control обратный слэш control n вот теперь я могу перейти control vv опять все к коду и мне надо там допустим 21 строка 21 gg все я здесь работаю дальше здесь можно применять поменять сразу тему вот у нас темы нажимаем и вот колл color shame стоп и большая буквочка с и я прямо могу менять темы надень и устанавливаются они тоже довольно просто возьмем любимую только здесь надо будет кое-что доработать потому что давайте попробуем чего-нибудь написать правда здесь они делали что розовая выпадает мне это очень не нравится розовая это не нравится почему мы сейчас почему мы сейчас что сделаем уберем потому что сильная яркость какая-то надо подделывать тему либо солярий солярий видит ставить да ну хорошо значит пока сделаем то что у нас было а у нас было по моему норд стоял я не вижу норд здесь может уже увидели по моему норд стоял я его не вижу а чё вроде элен бурон так ну что ж смотрите авто завершение года прекрасно работает new function коды сниппет да то есть что я хочу нажимаю enter но появляется вроде как сама функция пока отменю enter escape и escape и отменяем давайте я напишу какой-то класс так если я табом табом нет enter да не забывайте и в терминале везде работают такие две вещи как home и end home начало и end конец home end на клавиатуре и я привык можно допустим выйти и взять на 0 нажать перейти к началу строки но а даже если мы в режиме вставки то фон и end будет работать однозначно без всего поэтому на клавиатуре вот там где на стрелочке home начало строки end конец escape удалим режим вставки и поехали дальше ну давайте класс знаете я вижу только сниппеты надо посмотреть просто и как идет автозавершение я вижу сниппеты а мне сниппет не надо мне может надо просто класс хотя мне не помешало бы но лишний код если переписывать придется тоже плохо поэтому я вижу что какие сниппеты метод статический метод абстрактный метод нет это конечно неплохо класс python вроде что то в виде документации и я вижу что идет автозавершение только надо посмотреть в документации как автозавершение потому что в данном случае я вижу выбрана у меня ага enter но все равно классные кто-то любит сниппеты в данном случае они мне мешают мне придется просто все это тупо переделывать поэтому там смотри ну это мелочь скейт от меню так в общем то здесь вы поняли все очень неплохо сделано и это начальный дальше есть поиск здесь очень много до всего здесь работают то да и есть есть прыжки ой здесь возможности конечно большие скейт нажимаю большие заложены изначально это круто конечно ребят теперь насчет вопроса доработки под себя будет желание все делать при помощи лова но вы знаете что действительно все сделано здесь гениально и просто то есть ребята очень классно постарались давайте посмотрим так найдем их сайт и здесь у них прекрасная справка во первых есть на все на первые случаи горячие клавиши во вторых есть конфигурация мы конфигурацию вот смотрим она простая то есть вот наша директория консит не увидим и далее нас интересует каталог лова дальше авто команды клавиши до консит ну давайте сразу смотреть открываем вот так что было видно и и давайте давайте вот так делаем и здесь вот так делаем и давайте про просто пойдем и посмотрим сиди конфиг набрали первые буквы этап нажали и нам 2 не увим две бочки нажали далее нажимаем лс и смотрим вот наш каталог лова вот это все что дополнительно хотя мы могли бы открыть просто посмотреть и нетло что там да ну это вы сами посмотрите я открою сейчас чтобы сэкономить время сиди и на виду лс вон есть конфиг сиди конфиг конфиг и лс и вот эти клавиши авто команд окей ну давайте клавиши не увим и а а здесь мы можем вбивать свои клавиши вот сюда и вот здесь инструкция да то есть есть да нажал control и мышкой сработало а она на основной сайт я пока его закрою то есть нажимаем shift и двоеточие и двоеточие дальше в вашу клюк закрывает второе а ленивые луа опции все это можно посмотреть сюда мы можем практически не лезть но я говорю если мы хотим клавиш то есть вы поняли и там документации есть все примеры перейдем на каталог ниже и откроем плагин смотрите как здесь сделано здесь мы найдем пример да пример который тут это не плагин а здесь вообще как как не сам плагин а многие плагины как они установлены не ловим эксэмпл ну во первых сразу говорю ребята сделали таким образом почему я сказал с этого можно начать потому что они ничего не навязывают вот смотрите мы берем плагины и здесь они пишут вот они показывают видите звездочка иными словами называйте файл как хотите да и все равно но мы их найдем иными словами вы можете играться с плагинами и вот пример плагина установки то есть одно условие чтобы это было грубо говоря таблица массив на лоу все больше условий никаких нет дальше заходите на гид берете смотрите плагин и просто прописываете дальше они расписывают сами настрой в чем для нас это прекрасно в том что мы не ломаем сам вот этот продукт иными словами давайте мы подтвердим то что я здесь понял во первых эксэмпл о пусть у нас будет только мы его как-то переименуем мв мв эксэмпл о переименуем а 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 откроем и вот здесь все вот как они показывали такие же варианты ну например давайте найдем вот то что здесь настроен до неуверенности конфи то есть мы можем что-то построить вот языки которые можно включить до включены и можно еще вот есть python дальше есть java script далее здесь есть и темы и все следующее но они говорят что ребят то есть смотрите вы этот плагин закрываете эти плагины которые есть они нам принципе нужны просто берете создаете файл толк да и называете его там тема или там тема там такая-то и расширение лу и пишет там план есть что-то пошли не так удалили нафиг все иными словами все действия для вас доступны дальше я вот что забыл сказать возвращаемся на каталог себе назад на один вы здесь у нас есть конфиг конфиг смотрите не забывайте делать такую вещь вот смотрите мы собираемся сейчас начать работать если у нас там кемки кемец о да то что мы сначала делаем ребят запомните это правило себя мы взяли нам надо скопировать то есть что мы делаем себе там он пустой я понимаю но не всегда же не пустые а привычка такая должна быть теперь и что делали . о 3 то есть вот ваш оригиналь теперь если мы посмотрим то у нас есть и дальше если мы вносим изменения мы не боимся не отгоним назад просто-напросто переименуем этот файл тот удалить вот это надо взять за привычку вот принципе ребят что я хотел рассказать и теперь еще кое-какие вещи для новичков поясню где-то я тут нашел хлопец писал очень много много хорошие есть такие вимеры что читаешь вот было время на все это но эти ребята вы знаете просто вот хочет и вот так обнять сказать спасибо сколько у них вот этого времени это такие погруженные ребята и прекрасно да вы знаете читал бы и читал где-то я здесь много чего брал ну по моему вот хороший найдете сами но я просто хочу пояснить некоторые для новичков простые вещи им очень удобно ребят смотрите есть вим он очень разумно вот смотрите вот вы видите да вот есть четыре клавиши hgk так экраны клавиатуры у меня здесь нету но вы будете видеть по терминалу давайте я зайду в терминал вот здесь я могу сейчас сделать следующее пусть это будет как слова это без разницы бар сейчас я сюда сделаю вот так вот смотри то есть первое можем стрелочками делать да но можем клавишами как рекомендуют настоящие вимеры сам грешен что так то так потому что то спейсмак что бегом и все время но у меня не хватает пока ребят силы духа просто взять стрелки отключить но это это надо сделать в общем g внизу да смотрите калверх теперь обратите внимание давайте попробуем запомните будет у вас куча команд куча команд но всегда будет например если что-то надо сделать вниз на то это всегда как ни крути будет ну давайте посмотрим так езда допустим запомните вот же она идет вниз и дальше вниз на пять слов все вот взяли допустим 5g и на пять строчек или смотрите берем второй принцип до 2 вот сдвиг курса курсора на словом вправо вот в w и b вот это все оно прекрасно но тут тоже будет работать один и тот же принцип то есть вот запомнили w вправо то есть берем да очень удобно раз вот теперь думаем смотрите ребят всегда будут работать то есть нам надо на несколько слов до 1 2 3 просто потом разберете ну ставить сюда допустим там 3w там 6w иными словами вы должны начать компоновать просто для вас должно быть вот это by это во всех назад будет и в браузерах будет эти команды работать они везде одинаковые на самом деле они свима взяты by назад дальше эти здесь вим надо понять они запоминают а вот смотрите вот допустим в 2 курсора направо а нам еще надо копирование вставки удаления ну вот допустим вот такая буквочка идет у нас копирование на вот если мы возьмем допустим вот так наберем две буквочки да мы скопировали давайте вниз и ставим p теперь отменим а теперь смотрите дальше просто начинаем компоновать если буквочка в это сдвиг на слово вправо б назад то это будет работать и при копировании ребят то есть зачем когда две буквы она так и работает вот ю ю да ну я неправильно произнес я раз теперь вот вы это тут еще и меню высветило но я беру в ввожу и попробую сейчас вот так ю да теперь перехожу ниже да вставляю п вот оно слово скопировалось отменю если я хочу допустим удалить это просто потренироваться ребята это интересно полностью удалить 2d удалил строку до отменю теперь если я хочу удалить немного значит допустим я могу сделать так d дальше 2в д а значит стоп не то что сделал секунду вот смотрите просто не когда начинаешь думать то уже запутываешься а когда автоматически делаешь оно со временем вот смотрите 2d удаление всей строчки отменяю теперь думаю я хочу удалить не всю строчку значит я могу удалить нажать d один раз теперь хорошо три слова 3 в вправо получается вот она удалилась вправо ведь вы у нас вправо вот удалилась и возвращаю назад смотрите действительно если я хочу строчки удалить это вниз значит я просто беру сначала ввожу количество строчек перед d допустим 12 dd все удалилось я отменю иными словами надо просто запомнить простые вещи отталкиваемся мы от вот этих клавиш и где бы что не было в vim всегда будет работать одно и то же а что одно и то же смотрите если я хочу допустим давайте я сделаю так сначала проделаю потом посмотрю сейчас подумаю нажму вот у нас есть g всегда вниз да вот я сюда поставлю g всегда вниз к всегда вверх l направо h налево при этом отталкиваемся мы от чего от g g стрелочка вниз как бы g да посмотрите вот она как бы стрелка вниз то есть от нее идет отправная точка для запонимать для запонимать для понимания значится от g справа значит вверх l она вообще ну лев она последняя на самом деле она самая правая ну и от g h она самая левая вот так запоминать теперь смотрите начинаем опять компоновать просто это тренироваться надо мне надо скопировать несколько строк вверх скопирование вообще одной строки это два вот таких знака теперь я хочу вставить ниже нажимаю буквочку о и могу выйти и вставил да я пока вернул все назад теперь я хочу вверх скопировать значит я нажимаю и у теперь так сейчас я попробую продумать ю 5k вверх вверх к и теперь я что сделаю попробую вставить да вставилась вот они есть просто в начале будет сложновато но потом пальцы даже не будь я говорю соображать трудно а руками делать легко иными словами еще раз говорю надо разобраться первый принцип разобраться что а g вниз к вверх это влево это вправо и все чтобы вы с ними не применяли вот допустим надо вверх на пять строк или там сделать то вы добавляете в удаление в копирование команду к она будет вверх если мы далее у нас есть команды по словам вправо влево но она будет работать и с цифрами и с копированием ребят поиск по файлу здесь на самом деле сам по себе вим очень удобный ведь мы можем искать по другому немножко он очень удобный давайте введем вот так и поехали искать баттон да так что я сделал шаблон не найти поиск будет продуман хотя здесь и так есть финт но поиск простой да есть поиск туда есть поиск обратно странная на них свой поиск а нет все нашло почему она не выделила сразу обычно вот все нашло поиск по документу есть вариант но у них свой хороший поиск поиск так переходит да но строка тоже здесь очень просто вим переходить вот нам на седьмую строку нажали 7 и 2g все курсор там здесь еще есть прыжки это когда выделяется нас там посмотреть вам надо что вам надо по сути дела не так много них документом большая g вверх документа 2g маленьких то есть вы запомните на самом деле не так много клавиш надо для начала которые они будут добавляться по ходу берите код редактируйте и все это придет просто вот это отвыкнется потом да вот как обычно делают там раз и пошел там удалять здесь вим ничего не удалишь это классно почему потому что визуальном режиме можно использовать команды но удалить ничего то есть изменить текст нельзя только командами да можно удалить но восстановить если что-то удалил а печатать нельзя нажали и там вот режим вставки появился печатаем escape вышли отсюда то есть это все почитаете отменили если что-то не нравится на следующую строку вставить буквочку и другие варианты почитаете да все поехали на самом деле архи удобно архи удобно не забывайте home не надо удалили 2d 1 удалить xxx куда надо escape восстановили да всегда будете контролировать это архи удобно в общем то ребята занимаетесь занимаетесь попробуйте этот продукт видео длинное получилось но хотелось объяснить хотелось чтобы потому что зачастую спрашивают а как это сделать ребят просто посидите вот так и потренируйтесь и вы видите что это здесь есть большая логика здесь допустим смотрите вот очень просто курсор на строку вниз курсор на абзац вверх то есть каждый настолько много вариантов клавиш клавиш да много что каждый выбирает свое вот в принципе то что я хочу рассказать и чтобы у вас появился прекрасный продукт с которым вы сможете работать все это дополнительно ну а для тех кто хочет программировать спб-телетут.ру заходите на главную страницу читаете смысл читаете либо кто-то за джанго приходит да либо кто-то хочет больше это DevHackers проект читаете зачем мне это с чего начать и так далее и почитайте отзывы это реальные ребята вот Катя Рима и другие там арту который сейчас работает Дмитрий все спасибо за доверие все получится